Должно случиться что-то нехорошее. Приветствую всех любителей кино. К сожалению, что-то нехорошее все-таки случилось. Мало было ненасытному Сарику Андреасяну надругательство над Карлсоном, ремейка служебного романа «Суперслабых защитников». Хочешь знать, кто это сделал с тобой? Пошли с нами. Список можно продолжать довольно долго. Казалось бы, печально известный отечественный кинодел нашел себя в фильмах и сериалах с Нагиевым, который играл у него одновременно самого себя, Чикатилу и Виктора Калоева. Убеждает всю мировую общественность, что Чикатило бандит-преступник. Как бы поступили вы? Увы, даже поставленные на поток драмы, основанные на реальных событиях, не остановили Сарика Андреасяна, и он таки добрался до высшей точки своего творчества, взявшись за Александра Сергеевича Пушкина. Мой дядя, самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. В данный момент режиссер работает одновременно над сказкой о царе Салтане и Онегиным. Последний доберется до больших экранов уже скоро, аккурат к международному женскому дню. У нас ведь новый сосед. А кто он? Добрый мой приятель. Видно, что привык жить на широкую ногу. Никого не принимают из себя. Должно быть, он образован. Он не глуп. Я завидую его молодости. 25-летнего по весу Евгения Онегина в новом фильме изображает 40-летний Виктор Добронравов. Ответственную роль Татьяны Сарик Андреасян отдал в надежные руки своей милой супруге, актрисы Лизы Моряк. Она с самого детства живет в своих фантазиях. Может быть, она влюблена? Татьяна вечно сидит по углам с книгой, как будто бы ее весь свет расстроил. Похоже, юный жар его сменился юным бредом. Смейся, смейся. Да и я на тобой посмейся. Поэзию Пушкина немножко осовременили. Сам фильм постарались снимать на натуре. В связи с чем можно сделать вывод, что прогулка на свежем воздухе будет предпочтительнее просмотра нового взгляда на Евгения Онегина. На этом все. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok